Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. С января следующего года в Хакасии стартует программа «Молодежная ипотека». Кто сможет ее получить и что для этого нужно? Об этом мы поговорим с председателем Государственного комитета по делам молодежи Хакасии Татьяной Борисовой. Татьяна Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Валерьевна, как я уже сказал, с января следующего года в Хакасии появятся и начнут выдавать молодежную ипотеку. Чем вызвано такое решение? В чем основная идея программы? Конечно, это решение власти оказать молодежи, республике, вот такую поддержку в виде помощи в первоначальном приобретении жилья. Молодым семьям и не только семьям, но и молодым начинающим специалистам, которые планируют здесь работать, жить, собственно, и создавать семьи здесь. И в том числе привлечение специалистов из других регионов. То есть мы нуждаемся в квалифицированных кадрах. Это политика правительства направлена на то, что у нас сейчас очень активно развивается добыча угля. И мы нуждаемся в том, чтобы в республику приезжали молодые специалисты, а наши молодые специалисты оставались здесь. Поэтому все для молодежи и помощи ей. А как к этой идее отнеслись застройщики и банки? Я знаю, что в процессе формирования, разработки данной программы вы не раз проводили совместные встречи. Проводилось несколько совещаний, в том числе отдельно с банкирами и застройщиками. Не все сразу с радостью откликнулись, но одним из первых на встречу пошел Сбербанк. И в этом плане они даже готовы как раз таки пойти на условия и индивидуальное строительство жилья. Не только многоквартирные дома, потому что все-таки угольные разрезы у нас располагаются в районах. Там больше населения рассчитывает на строительство домов. И затем, подхватив вот эту цепочку, в принципе, с некоторыми замечаниями от банка, которые мы все учли, риски, подключились еще 4 банка. И сейчас, в том числе, привлекаем к этой программе участие и наших строителей. В плане каком? Потому что если они заключат договор с правительством на оказание строительных услуг именно в рамках программы, то они, во-первых, готовы делать скидку на строительство жилья для молодых семей, специалистов. Ну и в том числе они заинтересованы, это для них рост рынка строительства и рынка сбыта. Поэтому и это гарантия для банков, потому что все это будут официальные застройщики, которые заключили, собственно, договор, ограниченные всем какими-то правилами и условиями. Поэтому это дополнительная гарантия того, что люди, вошедшие в программу, получившие ипотеку, будут ее в дальнейшем выплачивать. То есть и застройщикам, и банкам на сегодняшний момент данная программа интересна? Я думаю, это однозначно да. Татьяна Валерьевна, а в рамках программы какой процент будет возмещаться, о каких суммах идет речь? Сейчас идет речь о первоначальном взносе 10% от стоимости заявленного покупаемого жилья. Сразу расскажу, для кого эта программа. Программа направлена и для молодых семей, для молодых людей, которые уже живут на протяжении 5 лет в республике Хакасия, но также для молодых специалистов, которые выбрали наш регион для дальнейшего проживания. И здесь необходимы, конечно, социально значимые и экономически значимые специальности, которые требуются в районах. Это перечень специальностей согласовывается на муниципальном уровне, в том числе. И здесь уже не будет предъявляться требования к 5-летнему проживанию в регионе. То есть особо требований к будущим заемщикам вы не предъявляете? Это возраст до 35 лет и проживание на территории республики не более 5 лет? Да. В том числе, если ранее мы рассматривали вопрос о том, что как требование рассматривали, если у молодых людей уже есть недвижимость, то не дается помощь в ипотеке. То сейчас мы рассматриваем даже тот момент, если молодая семья, имея какую-то недвижимость, готова расширить свои площади проживания, то эта ипотека тоже будет на них распространяться. Потому что семья растет, это улучшение условий жизни и в том числе возможность для семьи завести еще одного ребенка. Это повышение демографического уровня. Татьяна Валерьевна, то есть участники программы «Молодежная ипотека» смогут получить от государства первоначальный взнос в размере 10% от стоимости покупаемого, либо жилья, которое они планируют построить. А лимит у этой суммы есть? Сколько максимально можно получить первоначального взноса? Что касаемо именно индивидуального строительства жилья, конечно же, это не должен быть трехэтажный коттедж на 5 миллионов рублей. Это дом, смета которого будет утверждаться совместно с выдачей ипотеки, кто будет заниматься. Средняя предполагаемая сумма ипотеки – 2 миллиона рублей. Может она плюс-минус скакать, чуть больше, чуть меньше, но примерно будет оказана помощь в составлении сметы. То есть, например, в частности, Сбербанк готов на это пойти. Мы сейчас работаем над тем, чтобы и остальные банки впоследствии оказывали такую услугу. Но вот они берут на себя такую ответственность. После чего, когда вся эта сумма согласована, они приходят к нам в Государственный комитет по делам молодежи как распорядителям бюджетных средств. Мы проверяем все документы, в том числе в соответствии на условия возраста, проживания, в соответствии специальности, то, о чем мы говорили про молодых специалистов. И тогда, если мы в рамках своих полномочий подтверждаем все документы, собственно говоря, возвращается получатель в банк и выписывается ему ипотека. Мы даем гарантию, что все этот человек проходит, что он получает ту первоначальную процентную ставку, которую он должен внести банк. И все, и на этом сделка совершается. Также изначально обсуждалась идея о разных суммах в зависимости от объекта. Если человек хочет построить дом, то сумма будет одна. Если он покупает жилье на вторичном рынке, либо у застройщика, сумма будет другая. От этой идеи отказались? Сумма теперь для всех одинаковая? Вот этот момент, он еще находится на стадии согласования. У нас есть еще запас времени, чтобы это утвердить, что на многоквартирные дома процентная ставка помощи будет, скорее всего, снижена. То есть это не 10%, но 5% платит, грубо говоря, государство, 5% сам получает телепотеки. И вот как раз эта сумма 10% для первоначального взноса на покупку жилья. А эти средства в дальнейшем придется возвращать или это безвозмездная помощь? Вот это самый главный момент, который мы все-таки утвердили. И безоговорочно это будет сумма безвозвратная. То есть получатель не обязан возвращать ее только в случае нарушения условий договора и невыплат по ипотеке. Естественно, он будет обязан вернуть эту сумму. А так, если все в порядке и планомерно проходят выплаты, то эта сумма не возвращается. Действительно, для молодых семей я считаю, что это большая помощь для первоначального старта. Татьяна Валерьевна, а количество участников данной программы, оно как-то ограничено? Сколько молодых людей смогут принять в нее участие? Мы сейчас уже в бюджете республики заложены на реализацию программы на текущие, будущие 5 лет 300 миллионов рублей. В 2019 году планируется, мы уже формируем бюджет на следующий год, запрашиваем 50 миллионов рублей, это в среднем человек 20, может больше, и сумма будет повышаться. Все будет зависеть от ажиотажа. Но, скажем, предвкушая вопрос, я уже вижу реакцию населения, молодых людей, которые уже приходят в госкомитет, звонят и спрашивают, как попасть в эту программу, какие у нее условия, то есть очень интересуются. Соответственно, я думаю, что будет много желающих. То есть, если будет много желающих, опять же, сумма, выделенная на данную программу, она может быть увеличена? Каждым годом, да. То есть, если будем смотреть по мере поступления заявок. Молодежная ипотека стала одной из центральных тем первого образовательного форума Ханатар. Мои коллеги подготовили сюжет на эту тему, давайте ненадолго прервемся и посмотрим его. Открытый диалог власти с молодежью. На пленарной дискуссии руководитель региона принял участие в обсуждении актуальных вопросов, касающихся развития республики и ее будущего. Новая программа, инициированная правительством Хакасии, вызвала неподдельный интерес у участников форума. Сейчас в Хакасии имендуется программа молодежной ипотеки с первым вариантом ассентрации. Вопрос, что мне надо сделать, чтобы стать учательником этой программы? Возраст от 21 года до 35 лет и не меньше 5 лет проживания на территории Хакасии. Глава региона подчеркнул, основная цель – предложить молодежи такие условия, чтобы она не захотела уезжать, работала и зарабатывала в родном регионе. Мы давали землю, и даем, и будем ее давать, как бы нам тяжело ни было. Но видим, что несколько тысяч участков роста на строительство, хотя в этом году в два раза приросли по строительству коттеджа. В два в прошлом году. Уже 88 тысяч ввели. Понятно, что рост есть, но вы многие не можете, у вас нет стартовой позиции. Но нет этих начальных денег. И это честно. Приняли такое решение, что от первоначального смысла 10% платим мы за вас. При этом программа еще и инвестиций в экономику республики. Заинтересовались банки и строители, среди которых уже разразилась настоящая конкуренция. Одни готовы понижать ипотечные ставки, другие больше строят, тоже снизив материальную планку. Сейчас у нас очередь. Уже 4 банка готовы пойти и не только на коттеджное строительство, финансирование, но и на покупку квартир в новых домах. Банки пошли на соглашение, и уже сегодня 4 банка работают с нами. К реализации программы приступят и работодатели. Занятость на 5, 10, 15 лет позволит закрепиться молодежи в регионе и материально обеспечить участников ипотеки. Участников форума интересовало, как быть тем, кто уже купил жилье под ипотеку. Оказалось, что для них комфортные условия помогут найти по другой уже действующей программе. У нас есть ипотечное агентство наше, республиканское. Так вот, там очень замечательная программа есть по снижению процентных ставок, то есть по реструктуризации. Вы вот под какой процент взяли свою ипотеку? 10,4. Вы можете туда обратиться, причем уже даже не дожидаясь 1 января. И они с удовольствием помогут вам перекрепитоваться под 9%. В завершении встречи по поручению президента России Владимира Путина в главах Акассии вручил памятные значки и грамоты за вклад в подготовку и проведение 19-го вакцинированного фестиваля молодежи и студентов, который состоялся в прошлом году в Сочи. Среди награжденных директор ХТИ Елена Бабушкина, директор ХГУ Татьяна Краснова. Татьяна Валерьевна, на сегодняшний день проект еще обсуждается, как-то корректируется или уже все готово к запуску программы? Я думаю, у нас в запасе есть буквально месяц на корректировку и внесение изменений. Там есть еще все-таки несколько вопросов касаемо страховых моментов вот этого жилья. Ну и в том числе за осенний период мы должны подписать соглашение с банками, которые будут являться партнерами этой программы, будут ее реализовывать. И в принципе подписывается само положение и о программе все. И с 1 января оно вступает в силу, мы можем уже принимать заявки. Поэтому все, кто собираются и планируют приобретать жилье посредством ипотеки, остается немножко дотерпеть. Но все-таки прежде чем идти к вам, заявляться на участие в данной программе, нужно обратиться в банк для принятия решения. Все верно, все верно. Татьяна Валерьевна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин